Привет! Известно, что кошки могут издавать более сотни различных звуков для выражения своих эмоций и потребностей. Этот кошачий язык включает в себя мурлыканье, мяуканье, рычание и многие другие звуки, которые вы наверняка слышали. А ведь каждый из них имеет свое значение. Так что сегодня мы попробуем понять, как наши кошки общаются. Ведь звуки, которые они издают, могут рассказать нам много интересного. Начнем с самого базового кошачьего звука – мяуканье. Такой звук обычно издают совсем маленькие новорожденные котята. Как вы знаете, некоторое время после рождения их глаза остаются закрытыми, и поэтому они используют мяуканье для того, чтобы позвать свою маму. Когда котята взрослеют, эти звуки встречаются не так часто. Самое интересное, что взрослые кошки не издают такой звук при общении друг с другом, но используют его для общения с человеком на протяжении всей жизни. Переходим к одному из самых приятных кошачьих звуков – мурлыканье. Существуют разные мнения о том, что вызывает этот звук. Считается, что кошка таким образом выражает счастье и удовлетворение. Также интересно отметить, что в отличие от домашних кошек, дикие представители семейства кошачьих практически не мурлыкают. Теперь давайте разберемся с мурканьем. Вот этот звук. Чаще всего кошки используют его при общении со своим потомством. Такие звуки могут означать внимание и заботу кошки о своих котятах. Например, она может собрать их вместе, чтобы затем перенести в более безопасное место. Для этого она будет использовать мурканье. Обычно, если кошка муркает, это знак того, что она чувствует себя хорошо, комфортно и не испытывает стресса. Иногда, например, наблюдая за птицей через окно, кошка может издавать вот этот звук. У многих этот звук, похожий на скрежет, сопровождается еще и быстрыми движениями нижней челюсти, что выглядит довольно необычно и может показаться, что с кошкой в этот момент что-то не так. На самом деле, все происходит из-за нервного перевозбуждения, когда у кошки пробуждаются ее охотничьи инстинкты, что абсолютно нормально. Есть еще один интересный звук, чаще всего его можно услышать весной, и даже если у вас никогда не было кошки, вы наверняка его слышали. Если вы слышите такие звуки от вашей кошки, скорее всего, она находится в периоде течки. Это специальное звучание, предназначенное для привлечения внимания противоположного пола. Это еще один интересный аспект кошачьей коммуникации. Теперь поговорим о звуке, который требует особого внимания. Если ваша кошка шипит, то лучше отойти от нее подальше. Часто, когда кошка шипит, она по какой-то причине сама испытывает страх и старается отпугнуть кого-то. Я часто слышал шипение на приеме, например, когда нужно было достать кошку из переноски, а она совсем не хотела выходить оттуда. Самая первая реакция, которую я слышал, это шипение. Вот еще один требующий внимания звук. Цель рычания такая же, как и у шипения. Причины те же. Кошке не нравится то, что происходит вокруг. Она боится, испытывает стресс. Обычно рычание следует за шипением или наоборот. Чаще всего, когда кошка шипит или рычит, ей просто страшно и она испытывает стресс. И, наконец, предлагаю обратить внимание на вот этот звук. Нужно быть особенно внимательным, потому что он может означать боль или дискомфорт. Если ваша кошка издает звук, похожий на вой, это признак боли, особенно если это сопровождается изменениями в поведении. Например, кошка может принимать неестественное положение тела, когда ходит в лоток. Если вы видите что-то подобное или слышите подобные звуки, лучше обратиться к ветеринару. Здорово, если из этого видео вы узнали что-то новое о том, как кошки выражают свои эмоции и чувства через разнообразный арсенал звуков. Если у вас есть свои вопросы или истории о кошках, не стесняйтесь и делитесь ими в комментариях. А я благодарю вас за внимание и до новых встреч!